И всем снова привет, с вами я Алексей, вы смотрите ютуб канал Парадигм И сегодня мы будем убивать Пуантеру, именно так Как минимум мы будем убивать Пуантеру, а как максимум мы потом еще кого-нибудь убьем, например, Близнецов Ну, Близнецов, типа, я обещал, что я типа на видео убью, но уже не буду менять типа вооружение Потому что вот этот, например, ее Елец я мог бы получить и не убивая Близнецов То есть я пока что, ну у меня разве что Киркотопор из того, что я не мог бы получить А, ну еще и Посох, в принципе, по идее можно было без оптического Посоха Близнецов убивать Ну, опять же, Стрелок с Близнецами, я же говорю, он справляется в принципе Но я... Теперь мы идем, короче, убивать Пуантеру в моей подземной джунгли Именно так, потому что, типа, ну вы поняли Ммм, так А че, надо типа разрушить бутон Пуантера пробудилась О боже мой Так, ой-ой-ой Как быстро, как больно Ну как же так, ну блин Ну А где... Что, нет? Больше не будет пуантеры Вы издеваетесь? А как же мне с ней тогда сражаться? на жопа вот и все вот так вот мы короче победили пуантеру всех поздравляю с этим в общем-то также что я хочу сказать я тут немножко изменил все ну давайте тогда дождемся ночи и вызовем короче глаза а пуантеру я тогда ненавидел в первый раз убью в общем что тут зеленый раствор в общем ради именно этого раствора я здесь построил такой мини-биом ну и потому что мне надоели радуги а как бы у меня не было очистителя тогда чтобы эти радуги убрать ну то есть вы поняли биом переделать в обычный лесной я скучаю по да по до хард модному режиму скажем так так дальше что а блин не надо было типа себя обкастовать ну плевать это очень интересно в общем на самом деле не знаю что мне с плантера делать в принципе можно ждать опять чтобы бутон внизу там заспавнился но с другой стороны с другой стороны ой не знаю я что мне делать и как это делать очень она уж сильно и здесь я сделал этот снежный белом потому что там во время дождя здесь падают всякие интересные вещи в снежном биоме вот собственно поэтому дальше что еще давайте по открываем что ли сундучки которые я наловил кстати я тут зелий жизненной силы накрафтил себе естественно вне видео что тут значит у меня есть жезл тучи вот такая вот штука я его выбил из тучи ну логично еще один елец выбил там что то еще а точно ключи ключи чуть не забыл о них мы можем пойти короче в данж открывать сундуки интересные перчатки титана какие-то еще часы ну не знаю может быть мне акулу большую акулу в общем скрафтить а стойте я ж с плантерой бьюсь совсем не с теми вещами которые мне нужны с которыми нужно с ней пицца нужно было взять эту фигню которая не позволяет быстро урон наносить то есть ну мантию тут вот звездную также блин после убийства плантеры у нас хард модный данж появится то есть мне нужно именно сейчас идти и короче в до хард модный данж а точно еще кое-что у нас есть телепортер именно так также я скрафтил великий план штука крутая позволила мне потом быстро телепортеру такой создать и вот как вы видим мы подходим сюда кликаем и оказываемся вот аж здесь и то есть как вы видите нужно два телепортера связать их проводом и при этом то есть подключить к проводу возле телепортера какой-нибудь рычаг пока что я в другую сторону не провел такой же телепортер также я короче так как здесь два биома соприкасаются то здесь во время дождя спавнятся радужные слизни надо также что еще тут вот блок радужного кирпича и то есть я его сделал полублоком с при помощи молота вот могу показать и воду здесь рядом с ним поставил и таким образом получается что здесь водопад с радужной водой переливающейся очень красиво получается такие вот дела также я как вы видите нашу сумку ее она очень не пригождается потому что ее неплохое оружие ну смотря конечно для какого босса но по-моему для плантеры это неплохое оружие против точнее неё в общем я не знаю как мне эту плантеру вызывать какое-то дерьмо выходит что с ней делать напишите как ее победить хотя я и не увижу этого но тем не менее я думаю может в следующем летсплее а он будет я воспользуюсь вашими советами как хорошо иметь крылья так и тут где-то сундуки из данжо да как вы видите здесь нигде нету проводов то есть у меня там изображались провода здесь нету проводов но я вам говорил почему это то есть что я а вот есть провода слушайте а может нам их забрать давайте просто 9 2 а вот бамс и бамс и даже не нужно туда идти просто берем и запираем все что нам нужно так могли бы сегодня тоже стену плоти убить но я думаю не будем этого делать так нам нужен джунглевый сундук я примерно помню где он находится а также 2 2 святых ключа у нас есть для открытия двух святых сундуков а кстати вот еще штука великий план так забрали одну единичку а тут вот шипы ужас шипы да ну серебряные монеты сейчас для меня это фигня полнейшая и вот он вот он сундук который вот он сундук моей мечты как говорится что же тут может быть так эм а как как мне это сделать слушайте чё не получается сундук ключ джунглей ну правильно слушайте я не знаю что с этим делать я не могу открыть видимо нужно именно хард модный данж то есть после убийства плантеры можно их только открывать но это как-то хреново с другой стороны ну ладно придется ждать что поделаешь положим сюда кстати я пиратов не вызывал странно это надо их вызвать будет ну и в общем то ждем ждем пока близнецов будет возможность убивать так возможности желания и все остальное ну не знаю патронов если честно не хватит нам и да я понял как мне переплавлять хлорофит у меня уже есть хлорофитовые слитки вот они но я из них пока что не делал хлорофитовых пуль не знаю может стоит то может и нет но у меня во первых есть еще другие пули во вторых ну в общем то не царское это дело не парская также что еще очистителем возможно стоит попользоваться именно сегодня ну посмотрим сейчас будем ночью короче босса убивать и точно до того как мы начнем босса убивать нужно открыть сундуки сраные которые я забываю все время открыть при вас так о наживка неплохая золотой ящик слабо в этот раз не так много их и да у нас еще высококачественная рыболовная леска появилась я с ней даже еще не рыбачил но в будущем надеюсь мы этим займемся так так какой чет вообще ди ремонт а зато золото много ужас просто ужас так 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 такати так 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 ужаси в корей сколько вы посмотрите просто нужно их попродавать и вообще все тут попродавать то что нам не нужно странный а странные растения доплевать на странные растения нам нужно радары все это попродавать нафиг вот что это кобальт а нафиг мне кобальтовая руда орехалковая руда о все ночь началась да ну давайте что ли скинем что-то сюда куда-нибудь даже не знаю куда можно скинуть все это дерьмо чтобы не мешалось вот пустой сундук и типа ну не все а только то что нам не нужно скинем на данный момент то что нам не нужно так и да вот план надо наверное положить сюда куда-то вот сюда все и теперь берем значит бафы бафы и один механический глаз сейчас пропаваемся немножко 1 2 3 4 4 бафа у нас есть теперь поднимаемся сюда и начинаем пытаться типа убивать глазик так главное убивать того кто то а нет вот это вот как раз не надо убивать вот этого надо в первую очередь мочить потому что ай-яй-яй-яй слушайте так я так просрусь так слушайте нужно стрелять наверное по ним давайте стрелять просто а эритин сушайте ретиназер по-моему как раз он такой более легкий поэтому у него будем стрелять так 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 потому что спазматизм он типа вот это вот зеленая шняга он потом так начинает ею палить во во все он в хардкорном режиме ой ой блин ну чё ж ты меня догоняешь говнюк смотрите он он прикрывает свой глаз союзник говнюк ой 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 хил срочно хилимся есть одного убили теперь будет легче главное теперь не просрать все вот видите какие они хардкорные дело в том что нужно постоянно летать а я нужно и летать и стрелять это как бы хреново ой 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 хлорофитовые пули мне в помощь или как-то так ой ой главное чтобы он меня не сожрал хил 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 срочно хил ой ой блин 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 вы видели вообще я не знаю может я просто такой нуб но даже с сегодняшним амундирования то есть против призывальщика это просто адская адская попоболь когда против призывальщика воюют эти глаза эти глаза напротив близнецы мои в общем призыватель у него не уязвимость в том что типа у него броня плохая по защите и то есть если тебя именно босс именно на тебе сосредотачивается у него хороший урон тонкие быстро убьет то есть если босс крепкий то призыватель против именно крепких босса мощный но вот против боссов которые в общем призыватель сосет сосет пиписью так скажем но я все равно им не знаю это странно и неправильно надо призывателя как-то усиливать потому что но он слабый реально слабый так и теперь то есть что продолжим что-нибудь доставать и так далее так или иначе я уже что-то да сделал в этой серии ужас 15 минут назад я здесь умер можем пиратов принципе призвать можем стену плоти пойти убить хотя стена плоти скучно уже в общем не знаю давайте очиститель попробуем я вот думаю что мне очистить здесь где-то возле дома давайте очистим очиститель он у нас в самом кстати для того чтобы переплавить хлорофит нужно было адамантовая или титановая печь это если кому-то интересно так 0 и давайте попробуем все стоп это так быстро она тратится да вы издеваетесь все вот и все это вот каждая такая штука 25 серебряных монет стоит в общем очиститель говно какое-то нужно там тысячи этих то есть таками все эти вещи очистители иметь чтобы как-то хорошо здесь очищать а следовательно он бесполезен ну нет можно конечно там какую-то какой-то отдельный участок очистить но все же смотрите он даже частично только очищает то есть какой смысл вот так вот очищать что она через минуту опять опять станет как было толку с этого очистителя просто никакого знамя одержимых доспехов очередное а у меня тут было где-то штука в общем во первых карту берем нужно же с кем-то драться или можно механического червя вызвать по приколу хотя нет наверное пиратов с пиратов хоть что-то упасть может ценное с механического червя вообще нифига не падает 95 святых слитков но не знаю они не нужны не нужны вот возьмем пожалуй землю землю нашу родимую а я не помню трофея у меня где-то внизу лежат плана плевать тогда кстати у меня здесь морской ангел лежит прикольно не правда ли в пещерах под землей в общем тут проблемы с этими пещерами они у меня все уже святые и в общем то это не очень хорошо так и нужно конечно же вот этот очиститель куда-то засунуть куда его засунуть я не понял тут нету места ну вот сюда пока что засунем в общем у меня здесь такой бардак столько всяких ценных вещей которые некуда деть и в общем то давайте забаррикадируемся все таки потому что лучше не недооценивать пиратов да и вообще кого бы то ни было лучше не недооценивать а стоп так я ж мог бы с этим с близнецами сражаться тоже с мантией блин я с уничтожителем и скелетроном сражался гораздо умнее чем с этими ой блин этот звук у меня бесит реально он меня очень сильно бесит ладно вот так вот сделаем и теперь ждем пиратиков наших так они могут прийти откуда угодно так так и давайте что ли оббафаемся здесь так так вообще хлорофитовые пули рулят для призывателя потому что так я должен целиться в глаз и вообще босса в любого я должен целиться и одновременно как-то еще и типа убегать то есть одновременно и воевать и убегать и еще из омонов за ними хотя следить за ними в общем за противником надо следить и за собой надо следить а склорофитовые пули они типа наводятся сами поэтому нужно следить только за собой а за противником не нужно ну и это очень круто посмотрите как ёёшка работает ёёшка просто офигенный сотни урона тут выдает да ну быстрее капитан пиратов вот бы с них чё-то ценное выпало то ж нифига есть золотая монетка вот бы именно артефакт золотая монетка выпало что за попугай ладно неважно что за попугай был потому что он уже был его уже нет а чё все глаза напротив так скажем чё все глаза внизу здесь находятся так долбаные пираты где ваш летучий голландец не понял так так я вот подумал может мне опять за майнкрафт взяться кстати в стелларисе ну можете посмотреть мой летсплей единственный летсплей на ютубе где автор доиграл до конца с первого раза и при этом также сокращенно показывал все ну да то есть я как бы сам играю а важные моменты там и рассказываете по как я поступал таким образом он очень сокращенный то есть нету лишнего там нету скукотищи ну нет может конечно это довольно скучно но все же я считаю это получше чем какой-либо другой летсплей другой формат для стеллариса просто не подходит просто стелларис такая дебильная игра ну и в общем то вот этот 1 и 2 патч стелларис он просто мерзкий мерзейший из тех которые могли бы быть там все просто убили напрочь не знаю они постоянно убивали ну и продолжают то есть я не знаю что это за игра это да хуже чем европа универсалис и все остальное просто мерзейшая игра никогда не играть в стелларис я говорю не покупайте его максимум что делать это пирате да да и существует игра которую я говорю что стоит пиратить они покупать это именно она стелларис плюс они еще и там пиратов преследуют жестко потому что понимаешь что их игра говно вот террария террария действительно стоит ее покупать это вот я говорю хоть сам и не купил ну потому что потому что я очень 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 бедный не чем вы все вы можете называть меня щебродом и так далее и тому подобное там про 250 рублей и тому подобные вещи но я просто нереально бедный и у меня выбора особо нету но я тоже могу различать вот ведьмак 3 или же террария это игры которые стоит купить майнкрафт игра которую стоит купить потому что там просто дается много плюшек от того что ты ее покупаешь также копирастами они стали только к релизу игры и вообще то есть майнкрафтом разработчики сами не копирасты это просто там есть нюансы в общем майнкрафт стоит купить террариум стоит купить товар из не стоит покупать как и практически все игры парадоксов и некоторых других студий которые выпускают дерьмо а потом специально ставят на него защиту бешеную чтобы идти по не пирателям на стеларисе такая защита это в плане того что без этого как его без чего без облака то есть если у тебя нет доступа к облаку то не в облаке ты можешь только ограниченное количество сохранений делать вот такое вот дело в общем-то остывались и вот такая вот проблема в остальном же то есть все остальное защиты вроде нет ну а толку если особо то да я много в него играл но я играл потому что он популярен и потому что все таки есть и хорошие вещи были точнее которые сейчас все понерфили там по одному по два события с каждым патчем добавляют новых а события это единственное что в стеларисе то есть нормального в отличие от других игр и то то есть галактическая цивилизация 2 она была то есть такая же с событиями как стеларис ну то есть есть много очень плохого пираты повержена как же летучий голландец или блин нужно было короче наверх подниматься аппортажная сапля надо было наверное наверху сражаться чтобы голландец пришел а я тупанул но мы можем еще нашествие пиратов вызвать но в этот раз типа будем сражаться наверху так и а вот унитазы тут какахи всякие пиратские нифига себе 53 урона вот это сабля шо бля ты бля сабля о тут еще что-то смотрите ну короче сюда и засунем все это потом продам я естественно эти штуки их только на продажу и можно выковыривать так ну и значит вот эти вот все вещи сюда и теперь еще вызываем пиратов может что-то редкое выбью но просто чем еще заниматься в сервисе на плоти это уже позор сейчас ее убивать слишком уже я продвинутый так и точно я совсем забыл надо оба фатеры в очередной раз по 2 золотых получаем можно будет потом на очиститель это потратить эти два золотых но больше у меня нет идей на что его тратить так так вот сюда поставим ой дверь закрыта чего-то и дверь ты чё она не открывается вот отстой ну ладно тогда с этой стороны все будем убивать так вы короче здесь глазки летайте здесь кстати очень удобно сражаться потому что это паучья шнягар бьет и вот король пиратов здесь рядом какой неплохой урон наносим по сотне там где летучий голландец я не понял я хочу голландца круто так ее ёшку куда-то можно посылать подальше так вот бабах и все и она свободна даже две ею ёшки свободны так как свой так а где голландец 33 процента очищена 37 процента так где мои глаза у меня глаза очень много их у меня Ну вот здесь призыватель, как вы видите, себя очень хорошо показывает То есть легко и быстро мы уничтожаем много мобов Но это же именно в этом случае И ни в каком, ни в другом О, тут король пиратов появился Ну или капитан Плевать Для меня он все равно король О, так они могут зайти сюда Смотрите Король сам пришел к своей смерти Так, 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 так О, один йо-йо Второй йо-йо Третий йо-йо Много йо-йо, на всех хватит Ой, стоп А, это аж наш Типа это NPC пират Прикольно А что это за мигание такое? Сейчас что, будет кровавая луна, наверное? Офигли его Ну пожалуйста, что-нибудь редкое в выпаде Почему все так уныло? Стоп, я что-то слышу Какие-то пушки, что ли Ну это было бы круто Это значит, что летучий голландец Здесь где-то Если пушки слышны Ну хотя он все равно долго не проживет Где голландец? Где голландец? Голландец, голландец Холодец-голландец Так Давайте пособираем тут все Ой-ой, 60 Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он Я вовремя как раз все сделал Так, 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 так Главное бегать, потому что он нас может замочить Если не будем бегать Что-то с ним не то, походу О, кровавая луна Прикольно Что-то с ним не то, походу, случилось Так И все Трофей летучего голландца И все It's really Не, ну это совсем не смешно А где что-либо ценное? Трофей летучего голландца Это не ценность Что бы кто ни говорил Пыльца феи Тут еще какая-то шняга Тут еще Эта штука Так Ну, бьют кого-то Ну и хрен с ним Как говорится Я хочу клоуны Что бы к нам пришли Я только не понимаю Их что-то нигде нет Не приходят они к нам Почему-то Вот он, клоун Клоун Что с него выпало? Ни хрена с него не выпало Ну, мегафон выпал С кого-то Непонятно с кого Но он нам не нужен Нафиг Он нам просто Нафиг не нужен Так Так Оборотни какие-то Непонятные Нужно, в общем, пуантеру убивать Я, наверное, вне записи видео Ее убью Потому что, ну, вы видели Что, типа Я хотел, типа, вылезти Ее заманить На свое поле боя Но у нас не получилось Может быть, со второго раза Бы получилось Но толку с этого мало Все равно Это нужно, типа, пробовать Еще чем-то заниматься Где клоун? Я не понял Мне нужен, типа, бумеранг С клоуна Крутая штука О, еще один ключ Блин А я ж не могу ничего Открыть этим ключом Зараза Ой-ой-ой Тут эти Одержимые чуваки Че им мед не нравится? В меде же они лечатся Как и я, наверное Арена Арена для сражения с боссами Мой великий арен Это что, всю ночь будет эта ночь? Я не понял Ну, хотя, кровавая же шуна То есть, пока уна есть А уна только ночью есть Бамс Где все страшные и опасные мобы? Не трожьте моих неписей Чуваки Кстати, вот это тот, типа, глазы Вот эти вот, которые здесь летают Они тоже, как и глаз ктулху, меняют спрайт То есть, когда часть... Видите, он становится таким кровожадным с ротиком глазом То есть, это мини-глазы ктулху Прикольно выглядит Ну, хотя... Глаз ктулху становится не таким уж и уникальным То есть, это же был, как бы, босс А сейчас непонятно, босс он Или вот такой вот глаз-приросток Не до глаз ктулху, наоборот Вот эти вот маленькие глазки Это не до глаза ктулху Капец, у меня будет бабосов Сколько у меня уже? 41 монета Прикольно Так, трофеи всякие Что за призер марафона? Уже что, типа, закончился... Закончилась кровавая луна? Ой-ой-ой А где клоуны? И всё остальное дерьмо Почему мне дали ачивку Призер марафона? Надо будет посмотреть Может быть, я, типа, много мобов убил? И за это даётся эта ачивка? Там, допустим, тысячу или десять тысяч мобов я убил О, клоун Клоун Клоун, срочно, срочно убиваем вот это вот всё дерьмо И пытаемся что-то тут найти Ничего я, к сожалению, здесь не нашёл Того, что мне нужно было Или нашёл Нет, не нашёл С клоуна ничего не выпало К сожалению Где же клоуны? Моя не понимать Клоуны, вы где? Когда уже закончится Тогда это фигня вся Если клоунов нету Мне, кроме клоунов В этой кровавой луне Уже никто и не нужен Так 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 О, вот клоун, клоун Выпади с тебя что-нибудь Ничего вроде бы не выпало Жаль, жаль Очень плохой клоун Фу Клоун плохой С хорошего клоуна много луто выпадает Так А где ещё один непись? Уже убили кого-то, что ли? Так Сюда прыгнули На минутку Теперь лечимся 30 секунд Мёд Всё-таки неплохая штука Стоп На меня Что за медление Кто-то наложил? Всё Закончилась Наконец-то Эта шняга Ну и уже Блин, 40 минут Серия идёт О, мимик Мимик С мимика может что-то ещё и выпасть Интересное Так Волшебный кинжал Ну такая штука, кстати, уже выпадала мне Просто вот можно Кидать его И он не возвращается Самое прикольное Ну типа ману расходуешь ты Ну чё, неплохие штуки Вот так вот можно Закидывать кого-то ими Главное, чтоб маны хватало У него неплохой урон 41 Магического урона Да, довольно полезная штука Ну и на этом, пожалуй, закончим серию Всем спасибо за просмотр Не забудьте поставить лайк В следующий раз мы, возможно, будем убивать Плантеру Повторно уже Потому что я её убью вне видео Вы поняли, Януб, всё такое Но, типа А возможно будем чего-то ещё там убивать Я не помню, кто там ещё, кроме Плантера А, в хардмодный данж, возможно, пойдём Я вам ещё покажу какие-то постройки мои Вот так вот мой мир выглядит Я ещё здесь путешествовал Тут В общем, много мне видео я делал Чего? Ну и надо мне почитать сейчас про ключи Всем спасибо за просмотр Не забудьте поставить лайк Если понравилась серия Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok